Цифровые технологии, инновации и любимые детьми робототехника. Робокинс, инженеры будущего, мехатроника, лодочные гонки, хакатон, робототехника, авексы и другие. В экспоцентре Баку состоялся третий международный фестиваль Steam Азербайджан 2023. Казахстан был представлен шестью командами и вошел в число лучших. Подробности в материале моих коллег. Заявить о себе на весь мир. Такую возможность получила талантливая молодежь на международном фестивале инноваций. Азербайджан Steam. 1150 участников. 293 команды из разных стран. Казахстана, Великобритании, Норвегии, Болгарии, Нидерландов, Узбекистана, Чехии, Туркменистана, Турции и Азербайджана. Казахстан в этом году представляли сразу шесть команд Международной академии робототехники, работающей на базе Казахского национального исследовательского технического университета имени Сатпаева в Алматы. В составе дети от 8 до 17 лет. Трем командам из шести удалось завоевать призовые места. Получается, главная цель соревнований это в том, чтобы студенты сами смогли по определенному проекту, определенной задачи построить робота. И робот, который справится с задачей лучше, будет получать больше баллов, за счет чего он и выигрывает. В этом году у нас игра Game Over Under. То есть, по сути, она очень сильно напоминает футбол. У нас есть синие и красные ворота, а также есть зеленые и синие-красные мячики, трайболы, которые на самом деле напоминают пирамидки. И наши задачи, получается, их именно заскорить, то есть засунуть под наши ворота. Чувства, честно, неописуемы были. Вот прям выиграли и не могли себе поверить, что в Азербайджане заняли первое место. Столько сильных команд, и из всех них мы заняли первое место. Я впервые участвую в соревнованиях за границей. Фестиваль прошел очень хорошо. Мы взяли четвертое место по тимборку и второе по скилзу. Основная цель фестиваля – продвижение цифрового образования, развитие среди учеников и студентов навыков 21 века. Кроме того, такие мероприятия помогают изучить международный опыт в области инноваций и цифровизации. Хочу выразить свою благодарность министру науки и образования Азербайджана, потому что это большая возможность предоставить такие результаты именно здесь, на вашей площадке. Фестиваль проходил в течение пяти дней. Первое место по итогам получили 27 команд, второе – 73, третье – 67. В качестве судей для оценки выступления команд на соревнованиях были приглашены эксперты из Великобритании, Норвегии, Словакии, Болгарии, Дании, Чехии и Турции. В церемонии закрытия приняли участие министр науки и образования Эмин Амрулаев, депутаты и представители общественности.